Очень часто мне задают вопрос, Сергей, а почему вы не продаете семена хищных растений? Ну, во-первых, вы видите, что в интернете продают семена насекомоядных растений. И чаще всего это перекупщики, которые не знают, сколько семена где-то полежали у того человека, который только-только их собрал. Ну, раньше, когда я только-только начинал заниматься хищными растениями, многие покупали семена хищных растений на Алиэкспрессе. Семена, допустим, венериной мухоловки, они ничем не отличаются от маковых семечек. То есть кто-то взял маковую булочку, с нее взял эти семечки, положил в пакетик, и вот не отличишь никогда в жизни от семян венериной мухоловки. Сделал красивую картинку и продает через Алиэкспресс. И никогда не найдешь такого продавца. Я понимаю, что для того, чтобы растение дало семена, оно затрачивает слишком много жизненных сил. То есть растению требуется несколько месяцев на вытягивание цветоноса, на цветение. Потом нужно провести опыление. Потом нужно собрать семена. Если мы говорим про зимующие растения, то семена надо сделать стратификацию. Если мы говорим про незимующие растения, то их желательно сразу сажать. Чем дольше они лежат, тем хуже схожесть. Значит, получается, если я буду получать семена растений, допустим, по чему-то запросу, то мне нужно их сразу, как только я получил, сразу передавать. А многие видят семена насекомоядных, допустим, где-то на маркетплейсах, еще где-то. И покупают, покупают, покупают. И очень часто обижаются, что у них ничего не растет. Почему? Вот представьте, человек либо получил семена и хранит их, либо купил где-то на продажу. Это если более-менее добросовестные. Опять же, более-менее добросовестные. Чтобы у человека, который приобретает семена, они взошли, нужно ему четко сказать, когда были семена собраны, получены, и приложить к этим семенам инструкцию. Как бы делал я? Вот я, допустим, имею большую коллекцию хищных растений. У меня должен быть один ответственный человек. Либо мне нужно выделить какое-то количество времени своего собственного растений, потому что этими растениями я жертвую. Растение чахнет, тратит все свои силы на этот цветонос. Вот вместо того, чтобы развивать ловушки, вся энергия уходит на цветение. Поэтому я лично семена не получаю. Я отрезаю цветоносы, потому что сейчас, на данный момент, мне вот не до этого. Но если запрос есть, если люди стали писать, потому что они доверяют, и поэтому они хотят, чтобы именно я им предоставил эти семена. Вопрос очень простой. Я должен получить семена и посадить их. Соответственно, проверить, на каком субстракте, в каких условиях они лучше всего всходят. Провести несколько испытаний. Соответственно, к этим семенам мне нужно прописать инструкцию. И уже упакованные семена вместе с инструкцией, полностью разъясненные, вот до нюансов. Понятно, что не все семена всходят. Но шансов будет намного больше, если будут семена, посаженные максимально быстро. Если человек получил их сразу с грунтом, сразу сделал все как надо, как написано в инструкции. И тогда и он счастлив и доволен, и я тоже счастлив и доволен, потому что у него тоже все получилось. И тогда идет дальнейшая обратная связь. И мы развиваем наше увлечение. Потому что, если я этого, допустим, не сделаю. Вот представьте, что я там пожертвовал растениями, получил семена. Семена у меня хранятся там год-два, теряют свою всхожесть. В какой-то момент мне звонит человек и говорит, ну я куплю у вас семена. Я ему продаю эти семена, он потратил деньги. Он там сажает на торф с перлитом, допустим, на стандартный грунт для хищных растений. И тут они у него вообще не всходят. Он говорит, ой, Сергей, вы меня обманули, там зачем вы так сделали? Вот этого я не хочу. Но если у меня есть цель заниматься семенами, я выделяю для этого какую-то часть растений, которые погибают от того, что тянут энергию на рост цветоноса, у меня есть время и возможности сделать условия для опыления, чтобы... Это же надо... Понимаете, какая ситуация? Некоторые, допустим, виды, они цветут очень быстро. Допустим, некоторые виды росянок. То есть там цветочек появился, бам-бам-бам-бам-бам, на его надо быстро опылить. А иногда бывает, цветение проходит в течение часа. Сарацени не так легко опылять. То есть там внутренняя вот эта вот пыльца, она переносится на пыльник, так называемый, на лепестках. И получить семена, ну, не так легко, как кажется. Непентесы. Это надо сделать условия, чтобы росли и мужские, и женские. Их определить, переопылить между собой. Соответственно, дождаться, когда будут уже вот эти вот чашечки с семенами, да? Получить, посадить. Схожесть очень медленная у непентесов. Может занимать там несколько лет, понимаете? Росянки побыстрее. Венериной мухоловки помедленнее. Сарацени, ну вот у меня были семена сарацени, которые мне подарили, они не взошли. То есть нюансов очень много. Это как русская рулетка, 50 на 50. Может получиться, может не получиться. Поэтому, если, к примеру, я займусь сейчас в ближайшее время семенами, то мне нужны предварительные запросы. Кому это интересно? Кто хочет попробовать получить семена от меня, да? Их посадить. То есть временной интервал должен быть коротким. Я под человека, под его запрос, нахожу растения, делаю условия, получаю семена. Эти семена я ему считаю, упаковываю, отправляю. Он получает это все сразу с инструкции с грунтом и сажает. То есть, если я провожу небольшие эксперименты по посадке, тогда я сделаю для него действительно качественное предложение с качественной инструкцией, и он останется доволен. Если семена мне нужны только ради того, чтобы их продать, и, ну, лучше тогда этим не заниматься, потому что ответственность огромная. Вы, бывает, заказываете семена разных экзотических растений, вы очень радуетесь, когда они всходят. И очень огорчаетесь, когда вы выбрасываете деньги, и у вас ничего не получается. Правильно? Угу. Поэтому на примере я вам сейчас покажу, как можно получить очень быстро семена россянки. Внимание! Вот эту композицию мы вам уже показывали. Прямо сейчас россянка дала уже второй цветонос. Она была очень пышная, красивая, такая богатая, очень яркая. На видео, которое было посвящено этой композиции. Ну, что же делать? Придется сейчас, раз уж я цветонос не отрезал, получить семена. Допустим, вы сами выращиваете россянку, а с россянки получить семена легче всего. Как дождаться вот этого знаменательного момента? И куда лучше семена собрать, да, и посадить? Давайте посмотрим. Итак, вы видите, что россянка капская альба, альбинос, да, она выпустила один огромный цветонос. Смотрите, сколько здесь было цветочков. Очень много. За все время, пока она цветет, ну, сколько там, я даже не знаю, сколько семян мы можем собрать, считать их бесполезно, она потеряла много жизненных сил. Она стала примерно в два раза меньше. Она выпустила второй цветонос. И надо сказать, что я ее не опылял. Она сама опыляется небольшим сквознячком, который ходит по офису. Но для того, чтобы действительно серьезно получить много семян, раз уж мы жертвуем растением, ну, надо брать кисточку и цветочки переопылять между собой. То есть, если мы хотим получить гибрид, к примеру, разных россянок, то у нас два вида россянок цветут, и мы собираем пыльцу с одного вида россянки, переносим на цветочек другого вида россянки. Если у нас цветет сарацение, цветет россянка, между ними получить семена и скрестить два разных вида растения, совершенно имеющие разную основу между собой, в общем, не получится. Волка с зайцем не скрещивают, ребят. Когда изначально в том месте, где сейчас Канада в Северной Америке обнаружили сарацению, провели небольшое исследование, увидели, что на одном уголочке может расти несколько разновидностей. Потом через какое-то время посчитали, что видов около 15. В разных источниках по-разному пишут. Кто-то пишет, что 10 видов, кто-то 12 видов, кто-то 15 видов. Все эти виды описаны. А сейчас в сарацении больше 150 видов. То есть берут один вид, второй вид, третий. Все доводят до цветения, переопыляют между собой, получают семена и придумывают название вот этому гибридному виду. Самый дорогой гибрид – это какой? Это тот, который получился, появился за счет естественного опыления. Допустим, у вас один и другой вид сарацении. Они растут рядышком вместе на одном болоте. Соответственно, эти виды описаны. Место, где они растут, задокументировано. Растения попадают во всемирный реестр. И виды гибридов, естественно, полученные за счет переопыления в природе, они тоже записываются в этот реестр. Это одни из самых дорогих гибридов. То же самое с непентосами, то же самое с росянками. А вот то, что нас крещивали люди искусственно. Допустим, купили разные виды сарацений. И, допустим, стали делать условия. Виды между собой в природе не встречаются. Их переопыляют, сажают потом семена. Растет новый вид, у которого разные модификации немножечко от родительских видов. Ему придумывают названия. И очень часто я замечаю, что названия такие нелепые. То есть кто-то просто может сказать, что у него гибрид нескольких видов. И это понятно. Но очень часто бывает. Вот в Европе одни и те же виды. Разные заводчики, разные питомники придумывают для них разные названия. Для чего? У одного заводчика ты берешь в питомнике. У него классификация максимально приближена к природной классификации, которая есть в реестре. А другой придумывает отличные названия чисто для маркетинга. Это как, знаете, допустим, маркетинговый ход. Да, венериному холовку назвать там змей-горыныч. Нету вида змей-горыныч. Это просто три растения, посаженные в один горшок. И там их три. Поэтому так обозвали. Змей-горыныч – это маркетинговый ход. Это для того, чтобы люди подумали, что это какой-то редкий вид. И потратили свои деньги, понимаете? Вида нет змей-горыныч. Это просто три растения, посаженные в горшок. То же самое, допустим, есть вид, допустим, срацения Филадельфия. Тот вид, который есть в классификации. Филадельфия. В штате Филадельфия обитает. А есть вид Фиона, который не относится к Филадельфии. Это маркетинговый ход, европейские питомники, другие. Придумали название Фиона, чтобы вид продавался лучше, понимаете? То есть Филадельфию все знают. О, Фионы, у меня такой нет. Покупают. А это, оказывается, та же самая Филадельфия. Понимаете? Маркетинговый ход. Поэтому, кто разбирается, он уже сечет. Что бывают такие виды, такие виды. Бывают виды, которые можно отследить по классификации. А бывает просто кто-то ляпнул, название запомнили. И потом начали за ним повторять. Поэтому в этом плане, если вы понимаете, да, что бывают и так, и так, вас уже не запутать. Вы не будете лишние деньги выкидывать, да, на какие-то виды, которые у вас, возможно, и так уже есть. Правильно? Вернемся к карасянкам. Вот посмотрите. Вот здесь только-только-только будут распускаться цветочки. Когда они распустятся, я возьму кисточку, буду их переопылять, чтобы получить семена. А вот здесь уже закончилось цветение. Цветочки между собой переопылились. И для того, чтобы собрать побольше семян, лучше взять лист бумаги. Возьмем А4. Беленький, на нем сразу будет все видно. Мы его сложим несколько раз. И сделаем вот так. И вот они сыпятся семена. Как мы видим, семян не так много. Видно, что их совсем чуть-чуть. Значит, можно еще немножко подождать. То есть, пускай они накопятся еще побольше в этих бутонах. Понимаете, если бы я опылял бы эту росянку, тогда бы семена бы сейчас посыпались в большом количестве, в огромном количестве. Может быть, они еще и будут. Но этим надо заниматься. Вот несколько месяцев ушло от того, чтобы цветонос начал подыматься, расти, цвести. Потом, по-хорошему, нужно было освободить время. Но не было времени на это опыление. Не было времени на семена. Запросов нету. Никто не попросил, чтобы семена я сделал. Соответственно, надо было опылить. Получить эти семена. Понимаете? И потом вот это вот желательно сразу сажать. Если сразу не сажаешь, то теряется всхожесть. А сейчас я вам хочу показать другую композицию с росянками, которую тоже я уже делал, показывал, делал ролик по ней на ютубе. Вы наверняка ее все видели. Сейчас я за ней схожу. Сейчас я ее принесу. Семена пока кладем. А вдруг все-таки после просмотра этого видео будет так много запросов, что уже, может быть, завтра кто-то приедет и захочет эти семена. И сразу захочет посадить. Не исключено. Давайте так. Если в комментариях под этим видео будет больше 10 запросов с текстом Сергей, пожалуйста, добавьте к своей позиции семена. Или там, ну, как-то давайте обзовем, да? Сергей, я хочу у вас заказать семена. Как-то так. Давайте так сделаем. Сергей, я хочу у вас заказать семена. То есть 10 комментариев, если таких мы увидим, то тогда я выделю отдельное местечко, буду делать эти семена. Даже если у нас будут гибридные виды, там, разных, допустим, россианок. С россианками легче всего. Венериному холовку, опять же, ее, во-первых, жалко. Во-вторых, действительно от растений почти ничего не остается. Но по поводу семян просто я давно думаю. Я сделаю семена, пропишу инструкцию, посажу. И кто захочет приобрести, уже будет отдельный набор. Вот семена, вот грунт, вот инструкция. И вы получили, все сделали как надо. И у вас точно будут расти растения. Так, это мы возвращаем на место. И сейчас я вам принесу другую композицию. Вы посмотрите. Ну что ж, вот эти россианки были посажены. Вы видели их в отдельном видео. Когда видео снималось, ну, точно не помню. Ну, где-то спустя, наверное, недельки-полторы после того, как я посадил эти россианки, вы посмотрели видео. Поэтому можно посмотреть просто на нашем ютуб-канале, когда это было сделано. Сейчас я вам покажу, что из этого получилось. И на следующий день после посадки россианок вот в данную композицию, я собрал семена капской россианки и посадил вокруг. Это был просто эксперимент. Поэтому давайте сейчас внимательно посмотрим на результат этого эксперимента. Опять же, для того, чтобы семена взошли, нужен парник. Поэтому данная композиция находится у меня на стеллаже. В парнике все стеллажи у меня укрыты клеенкой. Там высокая влажность внутри и так. Во всех стеллажах, на всех полках у меня лампы мини-фермера, которые я использую постоянно. Значит, лампа включена сейчас. Мы делали 14 часов в сутки. Расстояние, если там 30 ватт, ну, там, поскольку она длинная, там, наверное, около 20 сантиметров. Да, от лампы до композиции около 20 сантиметров. То есть идет постоянное испарение, конденсат. Поливаем мы редко. Растения растут, и семена у нас взошли. Они взошли буквально через месяц после того, как композиция была сделана. И сейчас просто их появляется уже побольше, и можно это все разглядеть. Поехали. Обратите внимание, что были посажены растения. Не особо крупные, но там их было несколько. Я уже даже не помню, какие здесь виды, потому что здесь, понятно, андромеда. Вон тут громоголенсис. Так. Если будут свистеть, то я буду просто отрезать цветоносы. Если у меня будут семена других видов росянок, то я тоже их буду сюда сыпать. Мне хочется, чтобы в данном лоточке было много-много-много-много росянок, чтобы вообще земли не было видно. Просто интересно так сделать, насколько это получится. И опять же, если мы добавляем пространство, ну представьте, они были бы в горшках, да? А тут уже пространство больше. Растению удобно разрастаться и захватывать пространство. Видите? Вот они, точки роста. Растение само по себе отточковывается. Вот здесь. Вот они все детки. Поэтому, если вы берете растение, где одна точка роста, вот она. Как одна была, так она одна и осталась. Примерно так у вас и будет. Может быть симпатично. Да. Такая независимая одна. А если несколько точек роста, вот здесь непонятно, сколько их было изначально. и можно посчитать сейчас. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну вот одиннадцать я посчитал вот здесь. То есть, когда она была в маленьком горшочке, было вообще неясно, сколько там их. Может быть там пока невооруженным глазом там виднелось пять-шесть. Сейчас одиннадцать. Понимаете? Андромеда. Вот здесь понятно, что одна. И вот такие вещи можно делать. Опять же, еще раз, как она сделана, да? Внизу у нас дренаж, это пеностекло. Горшочек закопан, как такой колодец для полива. Пучева влажноватая, трогаем пальчиком, всегда в меру влажная. Что значит в меру? Она и не сырая, не слишком мокрая, и никогда не бывает сухой. Влажноватая, влажноватая, влажная, в сторону чуть-чуть мокренькой. Чуть-чуть мокренькой. Чуть-чуть мокренькой. Для того, чтобы сделать микроклимат максимально успешным, мы держим эту картинку и имитируем у себя этот климат в каких-то подручных средствах. Не будет контейнера пластикового, будет аквариум. Ну, нет аквариума, сделайте в тазике, в кастрюле, в рюмке, если там с одним растением. Какая разница? Методичка очень простая. То есть, мы знаем, чем хищные растения отличаются от нехищников. Мы знаем общее свойство всех хищных растений, где они обитают, почему они ловят насекомых. Дальше мы изучаем вид, который мы завели, где он обитает, что там у него происходит, какой цикл роста у него. Весна, лето, осень или просто весна, лето. Или у него лето круглый год. Соответственно, мы сделали климат, субстракт, температура, влажность, там все подряд собрали. То, что у него в природе, стараемся держать это либо под лампами, либо если середина лета уже, да, или там начало лета на солнечном подоконнике. Соответственно, сделали таким образом, чтобы прям совпадало. Если растение у вас зимующее, то мы тоже умеем определять, когда растение зимует, когда не зимует. Очень частая ошибка многих. Вы берете растение, вот прям по внешнему виду, да никакая у него не зимняя спячка. Вот его только-только привезли из питомника. Лето у него. И почему-то люди, ничего не изучив, убирают растение в холодильник, потому что кто-то сказал, что у них бывает зимовка. Не разобрались, растение погибло. Понимаете? Или там присылают фотографию сухого растения, но задают вопрос, не относящийся к, скажем, общей картинке, да. А там листик вывернулся. А почему он вывернулся? Земля, если сухая, корневая система воду ищет. Она откачивает жидкость из листиков. Если росянка, то он без капелек, обезвоженная. Если венерная мухоловка, то он вывернулся. Если сарацение, то он сохнет. Получается, что если у растения влажность на болоте всегда на уровне 50% и выше, то задача сделать этот микроклимат. Если у растения на болоте, земля никогда не пересыхает. То есть, обращаем внимание на то, что если субстракт подсыхает, корневая система откачивает жидкость из ловушек, и поэтому листики выворачиваются. Потом они чернеют. Почему они чернеют? Вы пытаетесь растение спасти, поливаете. Листик уже был обезвожен, он себя вкачивает в воду и начинает чернеть. Все же можно объяснить. Вот по каждому пункту вопрос, почему, зачем. Понимаете? Вот мы вам сделали, допустим, инструкцию в бумажном варианте. А почему она так написана? Это надо разбираться с растением. Надо разбираться, где она живет. Надо разбираться, почему хищные растения ловят насекомых. Поэтому, раз уж особо не разбираемся, то бумажные инструкции мы перестали давать почему. Видео инструкция вам показывает наглядно, что нужно делать. И методичку, если вы используетесь, я буду повторять ее в каждом видео, вы наконец-то запомните, как не ошибиться, сделать правильный микроклимат вашему растению. Легко, просто, и делать так, чтобы растение у вас просто кайфовало от элементарно созданных условий. Вот. Значит, у вас будет растение расти, развиваться, а вы не будете делать самые примитивные ошибки. Ну что ж, по поводу семян. Жду писем. По поводу комментариев, по поводу ответов на вопросы. Очень прошу, ребят, вы завели хищные растения. Посмотрите побольше роликов именно об этом растении. Если что-то непонятно, напишите комментарий, попросите снять отдельное, скажем так, более развернутое пояснение. Вот, времени, ну, чуть-чуть, но бывает, мы ролики снимаем. Поэтому спасибо вам за обратную связь. Спасибо огромное, что вы у нас есть. Спасибо огромное за мотивацию, за поддержку и за то, что именно вы заряжаете нас энергией, нашим энтузиазмом. И, во всяком случае, если бы вы, наверное, не писали бы комментарии, не писали бы отзывы, не писали бы, наверное, какие-то свои спасибо и благодарности, может быть, мы бы давно-давно бы уже YouTube-канал бы закрыли, потому что в начале просмотров не было совсем. Когда они появились, у нас появилось больше желания уделять этому время. Когда отзывов и комментариев стало еще больше, появились темы, появились вопросы-ответы, появилось желание фильмы снимать. Сейчас, ребята, нам нужен большой макрообъектив. Нам нужен новый коптер. Нам нужен стадикам. Нам нужен... Свет нам нужен, Дим? Нам нужен свет. Хотя есть у нас, в принципе, свет. Но вот вторую такую лампочку нам нужно. Нам нужен свет. Вы понимаете, сколько всего надо? Ну, я вас не призываю, конечно, но могу сказать, да, если кто-то брал растение, там номер карточки наверняка есть, или номер телефона мой, вы можете переводить. Вот. А так, качественнее видео будут, когда у нас будет обновление техники. Вот. В этом году, в 2024, мы планируем несколько поездок по регионам. Мы поедем в гости к нашим коллекционерам. И я вас с ними познакомлю, покажу, как они выращивают хищные растения у себя. И, конечно же, для того, чтобы видео сделать максимально красивыми, техника нужна. Чтобы лучше показать красоту, допустим, россиянок, нужен макрообъектив. Чтобы показать микроклимат на дачном участке, нужен коптер. Чтобы лучше была картинка при хождении, в движении, нужен стадикам. Так что, кто может, переводите, если знаете контакты. Кто хочет перевести, но не знает контакты, пишите. Даже 100 рублей, но вы нам поможете. Быстрее накопим, быстрее сделаем. Правильно? Дальше. Кто хочет семена, напишите. Хочу семена. Сергей, давай вырастай, пожалуйста, нам семена. Тогда семена. Действительно, мы начнем уделять этому внимание. Будет ответственный человек. У меня будет побольше к этому времени внимания. И мы сделаем предложение. Все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok